Александр Мороз. Ваши рекомендации по написанию полосатых объектов, тканей в частности, особенно на этапе начальных раскладок в цвете и тоне. А то и на целый урок по этой теме. Пророк подумал, идея хорошая, спасибо. Думаю, что это важно. Вот я взял мою работу, давайте на ее примере разберем. Существует поверхность, это и это. Значит, есть теневые части ткани, да, на вот этой освещенной поверхности. Не теневые, а темные. И темные ткани на вот этой поверхности, как куб, он освещен. Есть одна поверхность, есть другая. Берем теневые части, ну, темные части, здесь и здесь. Они разные должны быть. Вот это сложно иногда увидеть. Сидит девушка в полосатой одежде и вроде бы одинаковые, ну, темные части тут, в освещенной плоскости и в тени. Но если прищуриться, распустить глаз, то мы можем эту разницу увидеть. Также и здесь, смотрите, в теневой части, вот в этой, вот это освещенное, светлая часть, она затемняется. Но все логично и просто. Просто нужно сравнить вот это с этим и вот это теневое, темное, с этим темным. И это светлое, с этим светлым. Все. Потом уже детали, какие-то нюансы, рефлексы, что-то там, может быть, объединяются какие-то. Это уже другие композиционные задачи. Но принцип очень простой и понятный, мне кажется. Еще пожелание. Никогда не уходите в темноту, в черноту. Все-таки, даже самый темный, пусть будет, ну, сравните его, ну, не глухой, не такой прозрачненький слегка, не печная заслонка, а все-таки цвет. Да, и еще не черный, а все-таки либо холод, либо в теплоту, либо, ну, какой-то сложный цвет. Ну, вот такая идея. Софья Демская, не могли бы вы подсказать, в чем заключается принципиальное отличие темпера от гуаши. Живу в Европе и не могу разыскать в магазинах темперу, даже когда ищу через поисковик в онлайне, в художественных магазинах. Они направляют меня неизменно к гуаши. Может быть, в Европе, не во всех странах есть темпера, но заказывайте на сайте мастер-класс. Пришлют, в конце концов. Ну, наверное, Невская палитра, да, называется. А различие в том, между гуашью и темпера, что в темперу кладут больше клея, как я понимаю, ПВА, раз она ПВА темпера. Это помогает тому, что новый слой не смешивается с тем, который до этого вы положили. В этом преимущество. В гуаши происходит смешение, потому что вода, все размывается и сразу получается, нет чистоты цвета нового. А в темпере вы прокладываете, можете легко коснуться кистью с краской, никакого смешения нет, и нижний слой работает, пробивается кое-где, и верхний. В этом смысле темпера богаче. Ирина Власенко. Для меня интересна любая картина, если возникает вопрос, как он это сделал. Гениально. Спасибо вам. Много для себя узнаю полезного и настроение хорошее после просмотра роликов. Спасибо, стараюсь. Это ключевая штука в живописи, как это сделано. Бывает так, что смотришь, ну все понятно, все легко, прям вообще. На самом деле в этом зерно, в этом какой-то базис успеха, мне кажется, когда кажется, что это сделано легко. Легкость в работе. Вот все понятно, все будто бы сейчас сядешь и так же сделаешь. А нет. Это кажущаяся легкость. Еще раз напомню фразу фешина. Если бы работы имели запах, то вы бы почувствовали запах моего пота. То есть это труд, растянутый на десятилетия. Нужно много-много-много поработать, чтобы работа, привести ее к такому состоянию, чтобы она выглядела легко. Очень интересно. Даже я видел, будучи в Калифорнии, в Америке, мне показывали фильм, который сделал американец с каким-то таким хлестким названием, что разгадан секрет, как писал Фешин, и он показывает. С улыбкой, конечно, я смотрел на это. Один мой знакомый художник здесь, в Москве, тоже показывая работу Фешина на выставке, рассказывал, что это многослойная живопись, что он давал просохнуть, а потом еще... То есть тоже вызывало улыбку, как он пытался рассказать, как писал Фешин. Есть же целая команда фешинисты, так называемые, то есть те, кто... Вот последователи делают прям... Не отличить. На самом деле, еще как отличить? С другой стороны, я их понимаю, может, у них и нет задачи. Просто любители Фешина пишут продолжатели по-своему. И это нормально и лишний раз доказывает, что как бы вы не хотели подражать, что ли, мастеру, который вам нравится, будет по-вашему. Все равно вы вносите часть себя. Не будет точной копии техники. Ну, никогда не будет. Это как певец. Вот как бы он ни старался настроить свой аппарат и петь так, как поет там Каруза, все равно будет оттенок, я не знаю, повороте, все равно будет другое звучание. В силу устройства там связок, артани, в силу понимания эмоций, ну и там количество факторов многочисленных. В живописи так особенно. Это говорит о том, что не бойтесь подражать. Все равно кривая вывезет на ваш стиль. Вы в любом случае уникальны. Мы разные книжки смотрим. У нас разные предпочтения, разные вкусы. И по-разному мы замешиваем краски, даже если мыслим вроде бы так же, но примешивается вот этот конгломерат наших ощущений, наших впечатлений от того, что мы видим, и наших навыков. Александр Иванов был с супругой на выставке импрессионистов на днях в Москве. Я немного расстроился, хотел показать ей ваши работы вживую, но их там оказалось немного, 10, и совсем не было портретов. Портреты не отобрали организаторы, а ваше мастерство писать женские лица – это отдельный вид искусства. Спасибо. Подскажите, может быть, будет еще какая-нибудь выставка или ваша персональная в Москве или недалеко от нее. Но посмотрим. Сейчас такая ситуация не очень-то такая бравая, выставочная. Но, тем не менее, я надеюсь на лучшее, и, может быть, ближе к весне я проведу такую персональную выставку. Подущу помещение и приглашу вас в гости. Владислав Чилла-Е-Е. Только импрессионизма никакого не вижу. Это о выставке как раз, которая вот сейчас проходит на Автозаводской, 18. Ривьера, второй этаж, арт-коробка. Приезжайте, она будет работать до 9 октября. Так вот, Владислав пишет, все та же мазня в отрыве от рисунка, которой страдает ребенка. Вот такое вот, которой страдает ребенка. Ну, что ж поделать. Владислав наезжает на мастерскую Юрия Калюты в Академии в Питерской. Каждый день, наверное, пишет, что там все плохо, что они оторвались от рисунка, что плохо пишут. Все пропало, в общем, ужас. Ну, покажите, как надо, Владислав. Чего там? Пришлите в Телеграм, кстати. У нас есть канал. Друзья, подписывайтесь на Телеграм-канал. И там можно выкладывать свои работы. Вот и посмотрим, чего вы там, как надо. Как нужно, покажите, в конце концов. Все поучимся. Учимся друг у друга. А как еще расти? Покажите, что такое немазня. Покажите настоящее искусство. Будем все только рад. И ждем вас. Давайте от слов к делу. Это будет по-честному. Живопись и рисунок. Это ник. Проще перейти с акварели на масло. Чем наоборот. Я не очень согласен. Потому что укрывистыми красками, когда ты работаешь, ты быстрее, может быть, даже в десятки раз быстрее, осваиваешь базисную структуру живописи, из чего она состоит. Отделение на пятна. Потому что ты можешь перекрашивать, переправлять в акварели. Это самый сложный материал. Там он такой техничный. Все заливается, переплывается. Но нужно иметь подготовку, чтобы видеть многообразие в мотиве, разбить его на пятна. И сочинить из них некую мозаику, структуру. А если этого нет, то начиная с акварели, вообще в акварели построение пятен, когда все у тебя изменяется и течет со всякими подтеками, перетеканиями, это все-таки сложная задача для акварелиста. На мой взгляд. Как-то нас в Строгановке учили все-таки писать сначала укрывистыми материалами. Хотя, конечно, все были помешаны на акварелях. Врубеля, Серова, но вот укрывистыми. Чтобы вот навык образовался такой, сочинился внутри, пропитаться этим навыком жесткого деления, чувствования композиционного и управлением пятнами в композиции. Так что не согласен с вами. Спасибо тем, кто присылает мне работы на разбор. Есть такая опция у меня на сайте. Заходите, консультации называется. И очень рад, что те, кто продвигается, кто смотрит мои уроки, делает сложные, все более и более сложные задания. Вы же самостоятельные люди, все же мы взрослые. Так что я к тому, что выбирайте по своим ощущениям. Но не легкий урок, а сложный, чтобы был рост, чтобы расти. И не надо бояться, если не получается. Для того уроки и созданы, чтобы грызть этот гранит науки. 33-й урок. Цветение. Малый формат. Быстрый этюд. Задача – отразить состояние пасмурного дня. Когда цвета не кричат. Когда все спокойно. И написать нужно не контрастно, тонко. В среднем тоне он темнее, чем море. Ну вот так его и надо писать. Задача в этой работе – найти максимально простое решение сложного мотива. И здесь я покажу простой метод, как не ошибаться в тоне. Посмотрите, как это делается. Я думаю, это очень полезный урок. И от насмотренности уроков, разных задач, зависит, конечно, ваш рост. Безусловно. Удачи. И еще два слова. Конечно, посмотреть – это великое дело. Но самое главное в том, чтобы вы сами пробовали решать эти задачи. Совсем не нужно прям бросаться к монитору, выружаться красками, тут же все повторять. Нет. Возьмите простой мотив, который, выйдя на улицу, вы сможете решить. Но решить его максимально просто, передавая состояние мотива. Состояние природы в этот момент. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 Продолжение следует...